Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте открыть нашу секцию, которая посвящена очень непростой проблеме нейроонкология, множественные метастазы в головной мозг. Что делать? Проблема метастатического поражения головного мозга в последние два десятилетия стала очень актуальной и с точки зрения взгляда онколога, с точки зрения взгляда нейрохирурга. Уровень развития нейрохирургии достиг высочайшего своего развития, и те технологии, которые мы используем в рутинной практике, позволяют нам максимально безопасно осуществлять нейрохирургические операции сохраняя качество жизни нашим пациентам, тем самым оставляя пациента с хорошим статусом для дальнейшего продолжения лечения. И первый доклад на нашей секции «Эволюция подходов к лечению метастазов в головной мозг» старший научный сотрудник отделения нейроонкологии «Алешин Владимир Александрович». Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, что пришли на нашу секцию. Всегда интересно смотреть историю. История всегда повторяется, история что-то рассказывает нам. История учит нас жизни. И, наверное, изучая историю, ты изучаешь свое будущее. Поэтому давайте немножко подумаем о том, как изменялась подхода к лечению метастазов в головной мозг с самого начала. Первое удаление метастазов в головной мозг были описаны еще Куршинга в начале прошлого века. Ну, это были рутинные операции. Большой разницы от того, что удалялось, наверное, тогда еще не испытывалось. Так как метастазы являются самой частой опухолью головного мозга у взрослых, так или иначе нейрохирурги все равно всегда сталкивались с этой патологией. И проблема была в том, что разница между глиомой и метастазом, наверное, особо не учитывалась в древние-древние годы. Сейчас учитывается гораздо больше. Но что было, например, в 70-е годы, до КТР? Достаточно крупное исследование, посвященное тактике лечения метастазов, солитарных или же множественных, основные цитаты, относящиеся к метастазам в головной мозг. Удаление разочаровывает, особого эффекта не приносит. Около 30% кажутся солитарными, однако таковыми не являются. 80% связаны с опухолью легкого. Это плохой прогноз. Запомните, ну, все знают, что сейчас опухоль легкого далеко не всегда имеет плохой прогноз. Оперативная смертность при сечении опухоли может достигать 40%, что для нас сейчас кажется казуистикой. Облучение всего головного мозга – это весьма палеотивное лечение. От долгосрочных результатов абсолютно не сообщалось. И химиотерапия малоэффективна при лечении метастазового мозга. Сложнений много, а смертность значительно. И этих врачей можно было понять. Слева два слайда показывают рутинные обследования головного мозга. Это современный статус брейнсканирования головного мозга 71-го года. Ну, я готов поставить памятник тем нейрохирургам, которые оперировали по вот таким исследованиям, по таким снимкам. 72-й год – первое КТ-исследование головного мозга. Мы, по крайней мере, видим примерное расположение кистозной опухоли в правой лобной доле. Поэтому с наступлением КТР в 70-е годы, расширение возможности диагностики, появление ПЭТ с глюкозой, хотя мне было интересно узнать, что, оказывается, ПЭТ все-таки изначально использовался для головного мозга и в общую онкологию пришел после нейрохирургии. Но потом вернулся в нейрохирургию и очень нам помогает. Следующим этапом развития подходов к лечению метастазов была попытка классификации опухоли, когда этих пациентов уже действительно стали лечить. Их стало много, и врачи стали пытаться задумываться о том, как лечить этих пациентов, что с ними делать и кого из них лечить. Более агрессивно, кого менее агрессивно. И первая шкала прогнозов, которая была предложена доктором Гаспаром в конце 90-х годов прошлого века, она разделяла пациентов и действительно давала шансы тем пациентам, у которых был идеальный, казалось бы, прогноз и абсолютно исключала из активного лечения пациентов в тяжелом функциональном статусе. В дальнейшем разделение пациентов все-таки стало более разумным и стала использоваться диагноз-зависимая шкала, которая была применена для различных опухолей отдельно. Потому что, честно скажу, в Институте нейрохирургии в начале этого века, когда я был в ординатории, в аспирантуре, для нас метастаз рака – это был достаточный диагноз. Перейдя в 2004 году сюда, я потихоньку начал понимать, что рак – это очень-очень-очень разное заболевание. И мы пытаемся, будучи нейроонкологами, нашим друзьям, нашим коллегам максимально доказывать, что нельзя в одну конву вести, в одну кучу связывать все различные варианты опухоли головного мозга. Это разные болезни, требующие разного подхода. Для примера, в 2012 году на примере крупного количества пациентов с заболеванием легкого, немелкоклеточный рак легкого, было показано, что пациенты с идеальным прогнозом имели медиану выживаемости более 14 месяцев, с плохим прогнозом около 3 месяцев. Но уже в 2020 году, благодаря появлению огромного количества новых лекарств, как ингибиторы теразинкиназы, пациенты с хорошим прогнозом уже имели медиану 46 месяцев, а с плохим прогнозом 7. И все-таки, насколько разумны прогностические шкалы? Мне кажется, все-таки исключения из них, они только подтверждают правило, что это только первичный, это скрининг, когда ты думаешь о том, как лечить пациента с использованием прогностических шкал, и все равно нужна индивидуализация. Каждый пациент сугубо индивидуален, и функциональный статус у пациента с небольшой опухолью, с солитарным метастазом, например, рака почки в задней яме, дающим высокий отек, пациент, казалось бы, гораздо менее 70% по шкале Корновского, однако рутинная нейрохирургическая операция, выполняемая за час небольшим, приводит этого пациента в 100% функциональный статус, и, конечно, он имеет хорошие перспективы дальнейшего лечения. Но, к сожалению, если ориентироваться только на результаты хирургического лечения, без комплексного лечения таких пациентов, каких-то больших успехов только хирургия, без оговорки про молекулярный статус опухоли, про возможности радиохирургии, про возможности современной химиотерапии, лекарственной терапии. Большую разницу мы, к сожалению, только если ориентироваться на хирургию, Мы не видим, что 11 месяцев в большой группе пациентов второй половины прошлого века, опубликован в 1995 году, это классическая работа в Ронске, что 9 месяцев, это данные нашего центра, это медиана для таких пациентов. Напомню, что Спердата в 2020 году показал совсем более другие цифры для пациентов, которые получали современную и лекарственную терапию, и лучевую терапию. Техника резекции опухолевого узла важна, она позволяет минимизировать риск локального рецидива без использования каких-то дополнительных методик, и с использованием методик мы вдвойне улучшаем результаты локального лечения. К сожалению, Н-блок резекции, которую в России провозглашал, ее придумывал профессор Карахан, скончавшийся в этом году, основатель нашего отделения. В зарубежных публикациях такая тактика была описана только в 1996 году для лечения пациентов с меланомой, но в 2012 году уже в крупном исследовании она была выделена как рекомендация. Мне понравилась фраза, которую использовала в 1996 году «бесконтактное удаление опухоли», то есть пациент подверженный операции, опухоль удалялась вокруг, в интактном веществе головного мозга, и они доказали тогда, что риск локального рецидива гораздо-гораздо меньше. Владислав Борисович Карахан, основывая отделение в нашей клинике вместе с академиком Давыдовым, действительно он стал апологетом Н-блок резекции метастатических опухолей, и больше того, он даже говорил о блок резекции глиальных опухолей, о чем всегда можно спорить, но однако о чем он говорил, то это есть. Здесь, наверное, действительно роль личности в испытулении Васабович, будучи достаточно хорошим, добрым, мягким человеком, послушал и не стал много спорить с академиком Давыдовым, и стал использовать блок резекции метастазов, рутинно в нашем практике. К сожалению, тут тоже нельзя уходить совсем в дебри этой блок резекции, когда Михаил Иванович предлагал делать блок резекции глиальных опухолей ствола, это, конечно, даже не обсуждается, так мы делать не будем и не собираемся. Нейрохирургические вмешательства следует рассматривать, когда есть сомнения в опухолевой природе поражения головного мозга, когда неизвестный первичный опухоль, метастаз головного мозга без первично выявленного узла, когда первичная опухоль нечасто приводит к метастазам головной мозг и когда мы хотим узнать возможное изменение молекулярного профиля этой опухоли. Если у пациента единичный солитарный узел и нет других проявлений заболевания, всегда необходимо использовать возможность удаления. При множественных резектабельных узлах, о чем будет неоднократно сказано еще на нашей секции, попытки удаления оправданы и они дают шансы пациенту, если функциональный статус пациента после этого не будет ухудшаться, эти операции оправданы и они разумны. Также иногда мы делаем эти операции у диссиминированных больных, которым должна проводиться иммунотерапия, для того чтобы лишить их сомнительного удовольствия от использования стероидов. Но при выраженной уточной гипертензии эти операции должны обсуждаться очень тщательно консилиуме, для того чтобы не ошибиться и не сделать операцию ради операции у диссиминированного пациента без прогноза. Это цитаты из рекомендаций Европейской ассоциации нейроонкологов. Еще в 2017 году в рекомендациях Яна и Ясмо хороший прогноз считался у пациентов не более 4 метастазов в головной мозг. Однако уже в 2021 году хороший прогноз может считаться и у тех пациентов, у которых до 10 метастазов в мозг. В российских рекомендациях уже сказано об 11 метастазах в головной мозг. Следует отметить то, что все-таки при большом метаанализе пациентов с небольшими узлами, уже не 3 сантиметра, как мы раньше думали радиохирургии, а узлы до 4 сантиметров, локальный контроль оказывается весьма неплохим у тех пациентов, которых проводил случевое лечение, а не хирургии. Но, опять же, индивидуальный отбор пациентов и, как всегда, есть такое выражение, неважно, как проголосуют, главное, как посчитают. Сочетание лучевого лечения и нейрохирургического вмешательства мы идем в тандеме. Доказано еще в прошлом веке, что добавление лучевой терапии к резекции опухоли однозначно увеличивает продолжительность жизни таких пациентов. В начале этого века для проведения радиохирургии использовалось дренирование узлов и использование резервуара АМЭ для дренирования крупных кистозных узлов для уменьшения размера опухоли с последующим проведением лучевой терапии и радиохирургии в первую очередь. Предварительное облучение узла за сутки до операции позволяет нам немножко фривольно относиться к блок резекции и где-то убирать эти опухоли кускованием благодаря тому, что предварительная лучевая обработка этого узла позволяет при сочетании этих двух методик хирургии руками и радиотерапии локальной добиваться хорошего локального эффекта. Ну и, конечно, нельзя забывать про то, что удаление крупного узла для создания плацдарма и хорошего состояния позволяет потом проводить облучение всего головного мозга, все реже и реже в последние годы, стереодоксическую радиотерапию и радиохирургию. Вот пример того, как крупный, казалось бы, узел, неподходящий для какой-то лучевой реакции, лучевого воздействия, при помощи имплантации резервуара АМЭ приходит к тому, что он становится маленьким и вполне прекрасно подверг может быть радиохирургии с хорошим эффектом. Появляется все больше препаратов, которые проникают в головной мозг и работают при метастазе головной мозг, при опухоли легкого, опухоли молочной железы, при меланоме. Последние исследования, которые идут сейчас в мире, порядка 150 исследований, из них большая часть идет для исследования ингибиторов теразинкиназа, следующим количеством это ингибиторы контрольных точек, и химиотерапия все же до сих пор используется. Но большинство исследований позволяет добиваться длительного, показывает результат, что консервативное системное лечение метастаза пациента с миосазового мозга, оно позволяет добиваться длительного эффекта. Это первый пациент, которого я лично видел, если бы я слушал рассказы, я бы все-таки очень скептически относился к пациентке, лечилась в нашей клинике с крупным кистозным, не очень удачно расположенным узлом метастаза рака легкого. После назначения асимертениба эта пациентка через месяц имеет весьма-весьма мелкий узел и жива уже более 4-х лет. Также нельзя забывать изменение подходов для лечения пациентов с поражением оболочек головного мозга. Это достаточно агрессивная и очень прогностически неблагоприятная форма метастазирования, которая раньше требовала облучения крайне спинального, весьма токсичного и тяжело переносимого. Последние годы в нашей клинике идет разработка протокола лечения таких пациентов с помощью метатриксата, и ряд пациентов имеет весьма-весьма-весьма неплохую выживаемость. К сожалению, до конца посчитать результаты мы еще не готовы, еще эти пациенты в работе, но мы видим гораздо лучший эффект пациентов, у которых было лекарственное лечение, интеротекальная химиотерапия, чем те пациенты, которые получали крайне спинальное облучение. Итак, в начале мы говорили об эре КТ-эре, потом эра разделения, поднимания пациентов, эра изменения подхода к хирургии, и сейчас мы можем говорить, что у нас уже начинает работать время прецизионной, точной онкологии, когда нейрохирург, лучевой терапевт, диагност, химиотерапевт, морфолог, анестезиолог, терапевт, специалист первичной опухоли, окружая пациента, приводят к хорошим результатам. И в этом году наше отделение нейрохирургическое опять названо отделением нейроонкологии. Соответственно, в одном отделении есть специалисты по лекарственному лечению, есть хирурги, которые страхуют друг друга, и в нашем же институте есть клиника лучевого лечения, которые работают в контакте с нами, и мы страхуем, помогаем и добиваемся успехов в лечении наших пациентов. Спасибо. Спасибо, Вадим Александрович, за очень интересное сообщение. Есть только один вопрос. Вы привели диагностические шкалы, есть сейчас алгоритмы лечения метасаза с головного мозга. Как известно, не везде существует отделение нейроонкологии, где работают и химиотерапевты, и хирурги, и радиотерапевты. Как Вы считаете, все-таки сочетание этих шкал, аппаратические алгоритмы лечения может в какой-то степени заменять консилиум, или консилиум является основой для проведения выбора тактики лечения методов больных с пациентами головного мозга? Вы знаете, я, наверное, отвечу словами вашего товарища, вашего коллеги, профессора Трякина Алексея Александровича. Я его спросил, как ты назначаешь химиотерапию? Это же стандарт. Вот я беру руководство и читаю стандарт лечения. Такая болезнь, такая химиотерапия. Ну, мы ехали куда-то, и он говорит, «Слушай, подожди, вначале я рисую крупными мозгами, потом все мелочь, потом все мелочь и мелочь и мелочь». Так вот, прогностические шкалы – это крупные мозги. Но еще раз повторю, что, как я сказал, что исключение – это подтверждение правил. И пациент, у которого по РПА классификации должен отказаться от его лечения, а если химиотерапевт отправит нам посмотреть, мы предложим операцию, через 10 дней этот пациент вернется к химиотерапевту в идеальном состоянии, в РПА-1, и, соответственно, вот к разговору о шкале. Шкала – это не догма. Не догма. Да, согласен полностью. Большое спасибо. Есть ли еще вопросы, уважаемые коллеги? Мне кажется, нет. Ну да, опции, рекомендации, мнение специалистов о стандартах. Ну вы видите, стандарты лечения расширяются каждый год. Ну, тем не менее, такое нестабильное понятие, там 7 лет назвать, мы еще не знали, что такое ХИР-2-НЕО. То есть появился ХИР-2-НЕО, стандарты все изменились. Мы не знали, что такое GFR, молекулярно-генетическое исследование. Ну вот в этом плане… Есть маленький нюанс, что нейрохирургия, к сожалению, будет все больше и больше и больше, становится более узкоспециализированной. И, к сожалению, не говорить о том, что мы решаем все, мы сможем все меньше и меньше и меньше. Но мы не гордые, мы готовы помогать пациентам. То есть нам надо всем уже к Михаилу Борисову проситься в центр. Хорошо, большое спасибо еще раз за очень интересный доклад.